То, что говорит сибиряк Василий Мельниченко, по сути, не ново. Фотохудожник усомнился в существовании Всевышнего. Впрочем, до него уже сомневались. Более ста лет назад Фридрих Ницше похоронил создателя, прославившись фразой «Бог мертв». Мельниченко пошел дальше, направил письмо со своими подозрениями в Следственный комитет России. Так и написал. Прошу вас провести проверку действительности бытия Божия. В случае отсутствия такого существа, прошу привлечь руководство православной церкви к ответственности за мошеннические действия. Если же бытие Бога будет вашим ведомством доказано, прошу проверить РПЦ на предмет законности деятельности этой организации в качестве представителя Бога в России. Кого-то это послание оскорбило, а кого-то, наоборот, позабавило. Но факт остается фактом. Обращение художника к сыщикам стало хитом интернета. Если вы рассказываете какой-то анекдот или шутите по поводу какой-то печальной проблемы, это не снимает проблематики. Это позволяет просто на эту проблему посмотреть еще по каким-то угодам. Ну, несколько ироничный стиль для меня просто свойственен так по жизни, как-то у меня такое чувство иронии есть. А со мной ирония тоже. Сказать, что это стёб какой-то, я не могу. Сказать, что это такое прям очень серьезное заявление и срочно подается ко мне документальное свидетельствование Господа Бога, так сказать, его параметры, вес, рост, как сказать, лингвистическую принадлежность я тоже не могу. Так за что же художник так осерчал на Всевышнего? Говорит, 15 лет он исправно и добровольно тратил деньги на дела религиозные. Где-то по 400 долларов в год. Как-то даже хотел пойти в священники, настолько увлекся православием. Но счастье и благодать в его жизни все не приходили. Был такой заскок, я пошел поучиться на священника. Но, посмотрев публику, я оттуда, так сказать, через две недели ножки сделал. Дело в том, что люди, которые идут, это люди, которые уже заранее нацелены и знают, зачем они туда идут. У них совершенно четко прописанный бизнес-план. Как говорил там один мой знакомый, если я не разбогатею там в ближайшее время, я пойду в попы. В общем, еще тогда Василий усомнился в религии. А последней каплей стало дело пусирает. Да-да, и тут не обошлось без скандально известной группы. Художника удивило, что суд занял позицию православной церкви. Мне непонятно, от имени кого они действуют, есть это лицо или нет. Когда они говорят, что я придурок, бездарим, меня жаль, и я невежда, потому что Бог открывается только духовным зрением, ну, в таком случае принимайте духовные пожертвования. Почему вы набиваете себе животы, покупаете недвижимость, летаете своими семействами на курорт, в то время, когда ваши подопечные тонут в нищете, от своей бедности, забитости, тащат вам денежки в надежде, что вы вымолите им лучшую жизнь. Некоторые считают, что Василий Мельниченко просто пиарится. Мол, кто знал имя этого художника, пока он не написал письмо о Боге Бастрыкину. Но и на это у сибиряка есть свой ответ. Я всем, кто повторяет бездумно слово пиар, скажу, что я пиарюсь. Я пиарюсь. Пиар – это связь с общественностью. И если я обществу говорю о том, о чем я думаю, соответственно, я делаю пи-ар. Но ответ от Следственного комитета не так уж и важен фотографу. Говорит, главная эта цель достигнута, о его письме узнала вся Россия. Я сначала хотел вообще получить ответ. А потом вдруг я понял, ну, знаете, произведение искусства, оно часто, оно уже живет своей жизнью, и все. Ты не можешь его запрограммировать, так бывает. Вот. И то, что это вызвало такой резонанс и дискуссию, то я вот думаю, что как бы цель наверно-то уже, в общем, и достигнуто. Ответит ли Следственный комитет на письмо художника, пока непонятно. Но в интернете уже нашлись последователи сибиряка. Они тоже хотят писать Бастрыкину депеши. Виктория Минаева, Андрей Копалов, Комсомольская правда, Новосибирск.